Трампоманы! Нам было много говорить, почему он был по тех, кто стал. Ну, это... Просто интересный безмозный. А возьмите, почитайте. Давай. А скажите, пожалуйста, вы хотите интервью дать небольшое? Нет, не приезжайте. Ну хорошо, так они будут. А что вы пропагандируете? Выход из внешнего управления, референдум по Конституции. Изменения статьи 9, 13 и 15 часть 4. И семантика, какая вы эти статьи говорите? Статья 9 говорит о разрешении частной собственности на природные ресурсы, на недра. Статья 13 говорит о том, что идеология нашему государству запрещена. Любая. Ну, понятно, что такое цена имеет. И статья 15 часть 4 говорит о приоритете международных норм и правил над нашим законодательством. То, что все законы формируются, смысл законов формируются международными консультантными организациями. Ну, здесь решение Верховного суда, постановление Пленума. И все законы формируются международными консультантными организациями. Ну, естественно, в чьих интересах? В их, конечно, интересах. В России есть свой суверенитет? Ну, как же он есть, если законы формируют на стороне? И вы предлагаете? Изменить, референденту провести и отказаться от внешнего управления. А, то есть, абсолютно вести железный занавес государству? Почему же? А что в вашем понимании железный занавес? Ну, это значит, абсолютно информационный поток двигается настолько быстро и моментально. Вот вы квартиру закрываете, когда вы уходите? А почему? А открыли бы, пускай все ходят. А. Все ходят и берут. Для социализма надо, да? Ну, как? Ну, ведь границы существуют для чего? Для того, чтобы государство, громко говоря, существовало само по себе, автономно, независимо. А, как Северная Корея. И кто хочет из нее, богатство не вывозил. Нет. В России никогда не будет так Северная Корея. Социализм для нашего государства не будет свой. А что такое социализм? Объясните, пожалуйста. Я не понимаю. Ну, это то, что вы хотите сделать. Когда на политику государства выклеить... Ну, вот, скажите, пожалуйста, когда голова управляет руками и ногами, и целое целлюковое, это социализм? Нет. Или лучше, когда по отдельности голову отрубить, руки отрубить, ноги отрубить, и пускай они отдельно живут? Или все-таки что-то вместе? Ну, все-таки существуют институты власти и так далее. Ну, сейчас есть разделение власти. А для чего существует разделение власти? Чтобы было наиболее справедливо. Справедливо для кого? Для обычных. Ну, вот если... Для обычных. Хорошо. Если руки, правая рука будет независима от левой руки и независима от мозга. Если концентрироваться в мед. Почему в одной футболе?